В настоящее время участились случаи мошенничества действий в отношении граждан. Злоумышленники все чаще и чаще используют новые и новые схемы своей преступной деятельности. Граждане района просто-напросто лишаются своих денежных накоплений и сбережений. Сотрудник ММО МВД России Ковылкинский проводит мероприятие по предупреждению этих действий. Мы проводим лекции в дошкольных учреждениях, в школах, в филиале МГУ имени Агарева. Строительным техникам, а также в организациях района. 25 октября в модельной библиотеке «Саморазвитие» в Ковылкино шла речь о наиболее распространенных схемах мошенничества. Сотрудников библиотечной системы предостерегли от беды представители МВД. Самая популярная схема – звонок с незнакомого номера, когда мошенник представляется сотрудником банка. Далее злоумышленник действует уже по отработанному методу. Просят назвать данные банковской карты для перевода сбережений на безопасный счет или во избежание оформления кредитов. Разумеется, все это фикция, и после указанных действий деньги с карты клиента просто списываются. Эта информация очень актуальна в наше время, и многие, я думаю, сталкиваются с этим. Поэтому необходимо было знать, и спасибо большое сотрудникам, что они пришли и рассказали нам о фактах финансового мошенничества. Согласно данным полицейских, в сентябре 100 жителей республики лишились 15 миллионов рублей. А всего за минувшие 9 месяцев текущего года злоумышленники завладели 122 миллионами рублей. Также страж порядка напомнил, что нужно быть бдительным при покупке или продаже товаров в сети интернет. Анастасия Целегина, Максим Бикеев, Народные новости, Ковылкинский район.